Всем привет! Рад приветствовать вас на очередном топе крутых игр для смартфонов. Здесь будут как онлайн игры, так и офлайн, ибо из 3D игр по сети есть годные проекты, которые в топ с офлайн играми не попадают. А если же захотите исключительно без интернета, то ссылочки на топы будут под видео, как и на скачивание игр из этого топа. В общем, как говорится меньше слов, больше дела, погнали к топу. Приятного просмотра. Десятое место. Nova Legacy. И начать сегодняшний топ я решил с игры, которая имеет как мультиплеерный режим, так и сюжетный. И подойдет больше тем, кто любит красочные 3D шутеры в стилистике будущего. Игру разработала компания GameLoft, собственно эти же ребята и делают гоночную серию игр Asphalt, так что графики ну вообще никаких претензий не имею. Сюжетная игра разделена на 19 уровней, в которых нам придется сражаться, чтобы узнать правду о межпланетной войне. А в мультиплеере есть несколько режимов, знакомый всем PvP, где 8 игроков сражаются против 8 таких же игроков, командные бои, ну и прочее. Девятое место. Distraint. Это мрачный психологический 2D хоррор с нагнетающей страх и атмосферой и интересной стилизацией уровней. Вообще я люблю хорроры, и сказать, что эта игра ну уж очень слишком страшная не могу, но все же иногда может пощекотать нервишки. Мне же игра больше понравилась не хоррор составляющей, а своей стилистикой с таинственным антуражем и музыкальным сопровождением. Изначально игра разрабатывалась для ПК и в 2015 году вышла в Steam, после чего ее портировали на смартфоны, где она стала довольно популярной. И у игры появилось продолжение, которое стоит немалых денег, как для продолжения игры, которая даже сейчас бесплатна. Восьмое место. Robot Warfare. А вот эта игра уже полностью онлайн, и от этого она становится еще лучше, ибо живые противники не тормозят как тупой искусственный интеллект. Знают как обойти, где спрятаться, да и просто умеют играть, что добавляет баталиям неожиданности и сложности одновременно. Да и кстати, тут нужно управлять огромным роботом и уничтожать такие же куски металла в разных режимах игры. А их тут кстати 5. Командный бой, смертельная битва, захваты точек, битвы с боссами и своя игра, где вы создаете катку. На выбор будут даны 16 видов мехов с различным вооружением. К тому же игра отлично выглядит, постоянно обновляется и имеет большую фанатскую базу. Седьмое место. Days of Decay. Игра похожа не только названием на компьютерную игру State of Decay, но еще и сеттингом. Так мы в далеком будущем должны выжить на планете Марс, вот только она чуть нифига не похожа на красную планету, но не суть. Здесь полностью открытый мир, который нужно будет исследовать в поисках полезных ресурсов, и чтобы разгадать загадку, убийство, что тут вообще произошло. Вот только вещей у нас не так и много, и их придется крафтить. А также в игре отличная система прокачки, огромный игровой мир, большое количество экипировки и вооружения, различные враждебные твари, да и просто много чего другого. Шестое место. Motor Depot. В одном из прошлых топов на Android был симулятор Zilla, который многим посмотревшим понравился и я нашел нечто подобное и даже больше. Это симулятор не только Zilla, а вообще всей советской классической техники. Пока что есть только 20 видов, среди которых КамАЗ, Зил, Жигули, ну и прочие, а также с новым обновлением обещаю добавить и еще. Причем плюсы игры на этом и не заканчиваются, в ней есть сносная физика, более пяти разных видов работ, по типу таксиста, дальнобойщика, ну и так далее. А, ну и да, игра онлайн. Для кого-то это плюс, для кого-то минус, но мы движемся дальше. Пятое место. Last Human. Life on Earth. Очередной выживастик, где на землю выпал метеорит, который уничтожил половину населения планеты, а другую половину превратил в зомби. Ну, кроме нас, конечно, куда же главного героя-то убивать. И мы должны выжить в этом опасном мире, ведь каждый мутант не против попробовать нас на вкус. Игра отлично проработана и имеет множество самых разных локаций, от обычного города и маленьких деревень до гор с лесами. Везде по локации разбросан лут по типу пуль, пушек и других полезных ресурсов, собирая которые мы должны не дать нас сожрать. Четвертое место. Car Driving School Simulator. Конечно, полностью научиться управлять настоящим автомобилем этот симулятор не научит, но зато какие-то основные азы покажет. Так нужно обращать внимание на правила дорожного движения, на знаки, стоящие вдоль дороги и на поведение других водителей, которые к тому же и управляются искусственным игровым интеллектом, который не даст скучать. Это отличный способ проверить на практике свои знания дорожного движения, парковки и прочего без риска на дороге, управляя автомобилем как кнопками, так и акселерометром или рулем от первого или же третьего лица. Третье место. Resident Evil 4. Конечно, сейчас удивить кого-то портированием старых игр на смартфоны довольно трудно, но здесь совсем другое дело, ибо это не просто игра, а культовая классика целого поколения. И некоторые игроки даже не играли в старые части Resident, а это как раз отличный повод познакомиться со вселенной игр, которые по сути зарождали жанр хоррор. Сюжет четвертой части повествует о спецагенте, которому поручено спасти дочь президента в мире, наполненном людьми, которые под действием вируса перестали таковыми быть. В общем, если интересно, как серия Resident Evil менялась на протяжении всего времени, можете глянуть видео Эволюцию, ссылку я оставлю в описании. Второе место. Car Crash Demolition. По сути, все, что нужно делать в этой игре, это разбивать автомобили, и если в Car Driving нужно было водить автомобиль аккуратно, чтобы случайно не повредить, то тут же наоборот на этом и строится весь геймплей. Вы можете выполнять различные задания, за которые в дальнейшем сможете покупать новые виды автомобилей, чтобы также красиво разложить их на полигоне. Образные препятствия по типу столбов, заграждений, блоков и прочего. Причем, кроме реалистичных и довольно заметных повреждений, игра ничем не отличается от подобных симуляторов разрушений, так что также быстро может наскучить. И первое место. King of Dirt. Первое место занимает еще один симулятор, но не обычный, а спортивный симулятор трюков на велосипеде. Это, пожалуй, лучшая BMX игра, которую я вообще когда-либо видел. На самом деле я и не особо-то много видел игр такого жанра и такого сеттинга, но это все равно явно лучшее, хотя бы из-за анимации трюков и движения и красивой 3D графики. А также в игре 6 различных так называемых байков и 20 хорошо продуманных трасс с видом от первого и третьего лица. Ну а если надо искататься и прокачиваться в одиночку, есть глобальный онлайн режим и игра по сети для друзей. Ну а на этом все, спасибо тебе за просмотр, надеюсь топ понравился, если это так, то можешь поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и хороших игр, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok